Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы с вами обсуждаем ситуацию на финансовых площадках. И у меня в гостях Рушан Зарипов, доверительный управляющий инвестиционной компанией «Бица Инвест». Добрый вечер, Рушан. Добрый вечер. И Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления «Бинбанка». Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Итак, коллеги, традиционный вопрос. Как настроение? Прекрасно, как на рынке. Здесь я с тобой поспорю и не соглашаю. Хотя, наверное, не очень правильно спорить с аналитиками. Миш, как настроение? Нормальное настроение. Две недели были неплохие последние. Учитывая, что ты был в отпуске. Да, и все выросло, пока я был в отпуске. Есть связь? Я задумываюсь об этом. Это сигнал. На самом деле, пока я летел в самолете, это было, по-моему, 29 июня. Удали? Да. Я когда вылетел, летел 12 часов. Соответственно, вот когда я вылетел, нефть была там где-то 92 доллара. А когда я прилетел, она уже была 98. Был рекордный рост за несколько лет, по-моему. Михаил, надо вас чаще отправлять. Я тоже об этом задумывал. В Австралию, например. А потом, Миша, это сигнал. Это надо торговать сигналами. Михаил собирается лететь куда-то? Все, закупаемся. Вот. Поэтому, в принципе, пока, в общем-то, если в целом говорить, то такое неплохое, хорошее движение пока наверх. Пока... Подожди, я еще вопросы даже не знаю. Срочно. Ну, что значит человек после отпуска? Даже вопросов не нужно. Но... Долгоиграющие выводы еще, наверное, ну, совсем так рано. Рано делать. Ну, хорошо. Давайте, прежде чем мы будем обсуждать ситуацию и, тем более, говорить о долгоиграющих выводах, я хотел напомнить уважаемым слушателям, что вы можете позвонить и задать свой вопрос в прямой эфир. Телефон в студию 6510-99,6. Либо вопрос опубликовать на сайте finam.fm. Поделиться своим видением событий, а то и, может быть, дать совет нам с аналитиками. Прежде всего, давайте посмотрим на то, что делается на финансовых площадках. Американцы открылись и... 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 вот. Такая замечательная история. Буквально за 5 минут до эфира, да, мы с Рушаном как раз смотрели на это дело, и все были зелененькими. Американцы открылись, да, ростом. А сейчас прошло 7 минут. Доу Джонс уже под водой на 0,1%, правда. S&P 500 примерно там же. Наши сдают, да, вот сейчас мы слушали новости, там было больше процента. Сейчас РТС уже 0,8%. ММВБ 0,5%, нефть уходит ниже 104, золото 1583 за... Ну и, кстати, с Рушаном опять, да, когда мы смотрели, начался пролив какой-то, вот буквально, да, перед нашим... Зеленая краска кончилась. Перед нашим... Начали все молевать краской. Бернанке 6 часов должен был... Вот, вот, наконец-то, да, хоть Миша знает, он же из Майами прилетел, он знает, когда Бернанке выступает. То есть это связано с отступлением Бернанки. Давайте с этого начнем, друзья мои. Итак, сегодня я для уважаемых слушателей проанонсирую, кто не знает, по крайней мере, сегодня выступает... Сегодня и завтра, да, выступает господин Бернанке, глава Федрезерва, вот, он рассказывает о своем видении ситуации, да, в восстановлении американской экономики. Ну и, на самом деле, давайте так, Миша, давай с тебя начнем, все-таки ты недавно из Америки. Выступает Бернанке, да, что он... Причем на английском языке. Собирается сказать, что он собирается сказать, и чего мы ждем от него. Ну, он выступает, в общем-то, в Конгрессе, да, вот, поэтому, на самом деле, мало, ну, на мой взгляд, вероятность того, что будут какие-то четкие знаки, что ФРС сделает то-то, то-то, они очень маловероятны, да. Да, естественно, рынок будет следить, и рынок абсолютно не ждет, что в Конгрессе Бернанке скажет, что перед конгрессменами, что мы там зальем весь рынок деньгами, потому что, в общем-то, ему будет тяжело это делать, и не выйдет он оттуда. Вот, не только два дня, может быть, больше. Поэтому, в общем-то, рынок будет смотреть, насколько пессимистичны ожидания в целом по экономике, и насколько будут такие какие-то гибкие выражения Бернанке относительно рынка труда, относительно того, что можно ли оказать поддержку экономике за счет каких-то монетарных стимулов. Вот, будут, наверное, такие сигналы искать. Хотя, наверное, в Америке, соответственно, там зреет вот эта проблема, соответственно, с бюджетной политикой, с этими налоговыми льготами, которые надо продлевать. И, скорее всего, Бернанке будет давить именно вот на эту тему, и может, в общем-то, монетарные стимулы вообще обойти стороной. Поэтому, в принципе, я что-то такого выдающегося не жду, наверное, в принципе, я думаю, на рынке многие не ждут, но всегда перед выступлением Бернанке рынок так замирает, и уже только после того, как все закончится, он уже начинает отмирать. Нет, это нормально, это игра такая. У нас такая игра. Мальчишки играют в машинки, девчонки в куколки, а участники рынка замирают перед выступлением Бернанке. Помните детская игра, считалочка тогда? Море волнуется раз, море волнуется два, морская фигура, замри. Вот сейчас все замерли, хотя все-таки движение достаточно волатильное, туда-сюда это все. Рушан, тебе вопрос. Что должен сказать Бернанке, чтобы рынки обрадовались? Чтобы они обрадовались. В конце концов, мы можем сейчас ему смс отправить. Один триллион долларов. Я обещаю. Лучше два. Ну, я не думаю, что он будет цифры называть. Да не будет он. Я думаю, что он вообще ничего не будет называть. То есть, конечно, рынкам хотелось бы, чтобы он какую-то конкретику проявил, сказал, что мы сделаем то, мы сделаем все, мы там денег еще вальем, финансовая система. То есть это пресловутая вот эта программа количественного решения под номером три, да? Кое-3, который все говорят, который все мечтают, но который никак не дается. Но опять же, проблема-то не в этом. Проблема в том, что никакое смягчение монетарной политики не способно кардинально изменить ситуацию. То есть я придерживаюсь и придерживаюсь мнения, что пока нету каких-то новых интересных инвестидей глобальных, вот выйти из текущей стагнации практически нереально. Можно залить там кое-3, можно сделать кое-4, еще там, еще 10. Не, ну дурное дело не хитрое, конечно, в конце концов. Ну, разгонит... Включай машинку, печатай деньги. В конечном счете разгонят инфляцию, а ситуация-то не изменится, потому что деньги будут перетекать там от печатающих станка, будут раскидываться там по тем же банкам, которые будут перемещать их в ЦБ. Ну, это у нас в ЦБ там, а у них в ФРС, да. И все, и будут они в Федрезерве на депозитах лежать. Понятно. Ну, значит, разговор о том, да, что он должен сказать, чтобы рынки обрадовались, понятно, намекнуть на... Ну, на смягчение, то есть у него вариантов-то нету, по-другому что он может сейчас делать. Другое дело, что опять же Бернанке, он, насколько я понял, зоополитики, не сильно старается бежать в среде провоза. То есть в отличие от господина Гринспена, который брал на себя много ответственности, да, там, и принимал кардинальные решения. Но он финансист другой эпохи, да, он в принципе был человек ответственный. Да, да, да. Но господин Бернанке, он так вот аккуратненько, вот, особенно в преддверии президентских выборов, да, делать какие-то кардинальные шаги, не совсем логично и правильно. Ну, то есть, другими словами, я, если правильно понял, может быть, выступление Бернанке каким-то образом добавит нервов на рынок, да, но не добавит трендами. Ну, спекулятивности добавят, опять же, учитывая, что спекулянты, инвесторы с рынка сейчас ушли, там, кто в отпуске, кто где, естественно, волатильности добавят, потому что небольшие деньги способны сделать серьезные движения на рынке. Вот, ну, там какой-то такой среднесрочный, долгосрочный тренд, а его заявление сформируют. Ты же согласен, да? Я согласен, что, в общем-то, текущее выступление, если оно не будет сопровождаться, опять же, то, что мы оцениваем, как бы, невысокую вероятность какими-то жесткими, четкими указаниями по каким-то действиям, оно, в общем-то, будет влиять на горизонте нескольких дней. Краткосрочно, да, вот реакция просто... Сегодня он, допустим, ничего не скажет, будут ждать, что завтра что-нибудь скажет. Вы понимаете? Завтра ничего не сказал, да, расслабится. Будут ждать, что варь, да, расслабится. Нет, потом будут адресировать каждую его строчку. Будут ждать, когда в августе, там, заседание ФРС. Вот, вот, как раз об этом, да? Ну, в краткосрочной перспективе мы сегодня-завтра наблюдаем за реакцией рынка на выступление главы Федрезерва, а дальше у нас следующее событие. Мы о событиях, да, сегодня основной акцент делаем на ожидаемых событиях. Следующее событие это заседание Федрезерва, это комитет по ставкам, да, в начале... Точно не помните там, когда срок? Начало августа, по-моему, да, там запланировано? Да, точно не скажу. Ну, неважно, вот, августовское заседание, комитет по ставкам, да. Что там может быть? То же самое, что сегодня-завтра. Вот, это серьезно. Ну, последние несколько заседаний, довольно много заседаний, да, были по одному и тому же сценарию. Мы следим за ситуацией, мы контролируем ситуацию, мы отслеживаем ситуацию. То есть ты буквально сейчас цитируешь господина Мердонова? Да, то есть я уже примерно знаю, что он скажет. Я всегда тоже в этом смысле забавно следить за публикацией, да, его тезисов, потому что там уже не столько на смысл слов, да, выискивают там, запятая здесь стоит после этого слова или не стоит, помните? Казнить нельзя помиловать, да, вот до такой степени, до такой степени. Хорошо, это среднесрочно, значит, мы будем следить за Федрезервом, ну, а долгосрочно, чуть позже мы об этом поговорим, это выборы Соединенных Штатов Америки. Каким образом они могут повлиять на ожидания рынка? А, соответственно, между сегодняшними, завтрашними выступлениями Бернанки и заседанием Комитета Поставки, что на рынке будет? Опять тишина, тишь да гладь, да можешь я прогадать, Миш? Да нет, я думаю, европейская ситуация, в общем-то, сейчас несколько средств массовой информации сбавили обороты в части освещения всего того, что там происходит, но, в общем-то, по сути, там пока ничего и не произошло. Ну, то есть, негатива оттуда такого не идет, да? Ну, вот, такого активного, что-то нового, такой поток, он несколько так приутих, да, и, соответственно, рынок несколько так ободрился. Это дает ему, эту рынку, то есть, возможность порасти, порасти, да, на отсутствие негатива. Ну, в принципе, процессы, в общем-то, там идут, и пока недосказанного больше, чем сказанного. Замечательно. Точнее, сказано много, сделано много. Давайте об этом через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня у меня в гостях мы обсуждаем ситуацию на рынке акций отечественных, на рынках финансовых. Сегодня в гостях Рушан Зарипов, доверительный управляющий институтной компанией «Бинция Инвест», и Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления «Бинбанка». Еще раз добрый вечер, коллеги. Остановились мы, да, предыдущую часть нашей программы, мы вспомнили, вспомнили. Действительно, как-то забылось, вот я поймал себя на этой мысли, забылась проблемная ситуация в еврозоне. Она никуда не делась, я правильно понимаю, Миша, Миша, я правильно понимаю? Она никуда не делась, несколько просто, ну, ничего пока не добавилось. Есть какая-то призрачная надежда, соответственно, на глобальные какие-то интеграционные процессы. Но это такая глобальная вещь, естественно, рынок потом, если каких-то действий не будет, тоже было озвучено там датой осень, потом ближе к зиме, когда, соответственно, европейские чиновники должны были такие отправные точки к чему-то приходить по определенным частям банковского надзора и так далее. Вот, но это вещь такая более глобальная. Локально, в общем, у нас там, что есть проблема, во-первых, с работой вот этого нового фонда ЕСМ, европейского фонда. В чем проблема? Проблема в том, что, в общем-то, не все страны утвердили в своих парламентах, то, что, чтобы этот фонд полностью заработал. Есть проблемы там с Конституционным судом Германии, который тоже, соответственно, сейчас эту тему только к сентябрю сделать свой вердикт. Вот, с одной стороны, это проблема, но с другой стороны, первоначально планировалось, что мощность этого фонда, с учетом взносов, она... Ну, вот это фонд, да, который... Все, которые говорят, вот 500 миллиардов евро, 500 миллиардов евро, да, но, в принципе, изначально, на самом деле, планировалось, что с 1 июля, да, то, что они немного не успели сделать, они внесут средства в капитал, фонд, рабочая мощность фонда вплоть до середины 13-го года будет только 200 миллиардов евро. Вот эта цифра, которая везде в статьях фигурирует, 500, это цифра, которая будет к 14-му году. Вот, ну, и у нас сейчас, в принципе, и 200 нет. С другой стороны, сейчас текущей мощностью ресурсов, которые есть, они, в принципе, ну, пока у нас нету там глобальной проблемы закрытия рынка для Италии и Испании, прям закрытия долгового рынка, они, в принципе, ну, относительно для решения каких-то маленьких, так, латания маленьких дыр, они достаточно, потому что есть фонд старый ФСФ, там 248 миллиардов евро осталось, ну, из них вот выделят средства испанским банкам до 100 миллиардов евро, то есть там еще 148 останется, плюс у нас есть МВФ, где ресурсы текущие, там, порядка 300 миллиардов, если в евро эквиваленте. Вот, поэтому и того, да, сейчас более 500 миллиардов евро, соответственно, если с учетом уже денег, которые Испании должны дать, это там будет там 4450, поэтому, то есть для латания каких-то дыр, в общем-то, деньги есть, даже с учетом того, что фонд ЕСМ, вот этот, который много странами, они сейчас немного затягивают его, соответственно, утверждения отдельные страны, и вот это 200 миллиардов евро, они немного там подвисают, дополнительно ресурсы, вот. Более такая серьезная, наверное, проблема с Грецией, в общем-то, непонятно, то есть они сейчас уже хотят какой-то бридж-кредит получить, потому что переговоры идут, да, соответственно, исключать того, что в сентябре там возникнет опять какой-то политический кризис, с той же Грецией абсолютно нельзя, там в сентябре, в октябре, потому что ситуация там внутренняя, она, в общем-то, существенно отличается от того, что там был год назад, потому что даже вот эта левая партия, помните, за которой мы все следили, Сириза, да, что она победит, она заняла второе место, набрала там, соответственно, чуть менее 30% голосов, но если посмотреть, там, допустим, полгода назад или еще чуть-чуть дальше, да, у нее там вообще там был рейтинг 5-10-12%, то есть буквально за несколько месяцев она добралась, в общем-то, пропорционально безработица, которая в Греции растет, левая, в общем-то, популярность, и тренд продолжится, поэтому, в общем-то, и есть на рынке такие настроения, что, в общем-то, рано или поздно, да, соответственно, политическая рейс в Греции активизируется, и, соответственно, это может повлечь нам в выход. Поэтому по Греции локально у нас проблема в том, что, соответственно, вот эта вот программа, которая была одобрена весной, она подвисла из-за выборов, и она так, в общем-то, сейчас и не утверждена. Там сейчас комиссия заседает, в любой момент они могут сказать, что все, мы разругались, извините, там, давайте сейчас еще месяц будем заговариваться. Вот это проблема. С испанскими банками сейчас вот в ближайшие дни парламент отдельных стран, вот эти деньги, которые испанским банком, там, немецкий парламент, по-моему, должен тоже, по-моему, вот в пятницу рассматривать вопрос, то есть они тоже могут как-то затягивать процесс вот выделения средств. Поэтому здесь процессы вроде бы, рынок уже заложился на положительный исход, в принципе, процессы идут, и там исключать каких-то таких короткосрочных таких шараханий рынка, конечно, сейчас нельзя. Сейчас не та ситуация. Вот. Экономически, ну, да, действительно, мы сейчас получили, что у нас идет везде ухудшение замедления, да, по фактическим индикаторам. Сейчас, естественно, каждый месяц индикаторы будут пока уходить хуже и хуже. Вот. Но по опережающим индикаторам, те же PMI, мы увидели, что, как раз, когда был разворот по нефти, что по Европе, да, Франция, Германия, PMI, ну, все, что ниже 50 пунктов индекса деловой активности, промсекта, это говорит о том, что спад. Следующие, там, несколько месяцев будет фактический спад по фактическим показателям. То есть рынок, он обычно торгует уже ожиданиями, а не то, что, там, за июнь вышли какие-то данные. А вот этот индикатор, он как раз говорит, что в ближайшие месяцы по факту будет так. Мы, в общем, увидели, что по Европе, в общем-то, если не брать Италию, Испанию, там, Францию, Германию, деловой активности вот это вот на низком уровне, 45 пунктов, это говорит о том, что действительно спад в ближайшие месяцы, будет отрицательная динамика деловой активности в промсекторе той же Германии и Франции. Но он не ушел ниже этот индикатор, он говорит о том, что спад не будет прям нарастать бешеными темпами. Вот это как бы, но это пока один месяц. Вот. Следующие вот эти, следующие данные, они будут только уже ближе, соответственно, к августу и тогда рынок. То есть вот это вот стабилизировало несколько ситуаций. Плюс мы увидели по тому же Китаю, да, и данные, опять же, по индексу деловой активности. Ну да, там, он упал до уровня чуть выше 50 пунктов, но, в принципе, там, данные по экспорту, по импорту, ну, то есть они не вышли там хуже ожиданий. Рынок уже был готов, что там идет замедление, но катастрофа какой-то там пока не происходит. По крайней мере, по тем данным, которые дает официальное статистическое ведомство Китая. У нас другого и других данных нет. Есть сомнения, да, там, разные статьи, там, в Бумберге, в том же, о том, что там они все мухлюют. Как они считают. Вот. Но что есть, то есть. В общем-то, вот эти вот признаки, да, что экономика, да, она там в плохой стадии, но то, что какие-то призрачные моменты появились, что вот этот спад, он не будет там бешеными темпами нарастать, в совокупности с тем, что в Европе несколько затихла вот эта тематика, да, с долговым кризисом, вроде бы переговоры ведутся, вот это все и привело вот этому к откату. Вот. Но не более того. То есть ситуация может, там, в ближайшие вот два месяца, она может в любой момент абсолютно перевернуться. И в Европе, к сожалению, там тяжело прогнозировать, там, потому что там сейчас больше политических рисков, чем экономических. Поэтому там любой, там, экономист, он, в общем-то, в своем прогнозе может просто пострадать не из-за своей, там, какой-то компетенции, а из-за того, что политические решения приняты неправильно, не вовремя и так далее. — И то, что не могут договориться, да, в конечном. — Да. — Рушан, смотри, вчера, по-моему, да, МВЭ публиковал прогноз экономического развития, да, я в курсе, что там написали? — Ну, они сказали, что все будет плохо. — Точка. — То есть я его так почитал. — Приложили несколько страниц. — Да-да-да, но их уже можно не читать. Главное, заголовок прочли. — Да, то есть, опять почитал, посмотрел, ну, что тут можно сказать. — Ну, в этом случае, смотри, ну, бог с ним, даже заголовка достаточно, все будет плохо, ближайшие сколько там, да, два-три года. — Да. — Все будет плохо. — То есть они как-то оптимизма не увидели. — Ну, рынок на это не отреагировал, тем не менее, он не рухнул, он как-то так потоптался. — Слушай, рынок уже знает, что все будет плохо. — То есть вопрос, насколько плохо. — Рынок наелся просто, да, вы вот об этом говорили сейчас в паузе. — Да, если бы они понизили свой прогноз роста экономики не на одну десятую на этот год и на одну-две десятых на следующий мировой, а на процент, тогда бы была реакция, конечно, совершенно иной. — Опять же, не факт, потому что рынок, он живет ожиданиями, прогнозами, но больше уже прогнозами какими-то своими. То есть всем этим агентствам, рейтингам агентствам уже мало кто доверяет. Как с 2008 года пошла вся эта волна негативная в отношении авторитета. — В частности, ты говоришь, да, сейчас изменили опять, понизили рейтинги итальянским банком. — Ну, понизили чего. — Жизнь продолжается. — Жизнь продолжается, ничего не изменилось. То есть, на мой взгляд, вообще вот все эти события в Европе, да, это такая некая пугалка для спекулянтов стала. То есть там рынки отрастают чуть-чуть, потом надо напугать всех. Тут снова появляется информационный фон. В Европе все плохо, в Греции там перевыборы, там может победить Сириза, да, будет еще хуже, да. Вот, потом рынки падают. Потом информационный фон опять такой становится нейтральный. Типа вроде нефтя там отскакивает чуть-чуть, вот, и статистика не такая ужасная, там безработица вроде как не падает, не растет, стагнирует. Вот, и потом опять все это отрастает опять, потом по башке дают рынку. — Ну, и что делать в этой ситуации? Это же сложно. Как бедному спекулянту? Куда, помните, да, куда бедному крестьянину податься? — Моя идея такая, это торговать опционами, как я говорил, до эфира. — Ну, это хорошая идея. А если все-таки традиционными инструментами? — Традиционными, на мой взгляд, вот, если обратиться к российскому рынку, да, то основная и практически единственная идея, которая может сейчас сработать, это банковский сектор. Потому что наученное горьким 2008 годом правительство, оно сейчас заранее решило поддерживать финансовую систему, в банки вливается куча ликвидности, то есть там их вовсю кредитуют, поэтому этот сектор чувствует себя нормально и... — Кредитуют, ну, опережая события, на всякий пожарный. — То есть создают избыточную такую ликвидность, ну, не переизбыток, но достаточно, чтобы система функционировала нормально. И, соответственно, опять же, сегодня, по-моему, вышла статистика о том, что потребительское кредитование в России растет какими-то совершенно дикими темпами. — Вот, то есть спрос там опережает предложение. — Это правда? Или это статистика? — Насчет потребительского вполне возможно. То есть я не очень верю в рост спроса на недвижимость, вот, а потребительское кредитование почему бы нет. — Кстати, такая информация тоже была сегодня, да? — Была, была. — Да, но вот лично я вот так, если там поездить, посмотреть даже по России, да, на все эти пустые дома, коробки, не очень верится в усиление спроса. — Кстати, вот, ну, это, видимо, уже мы в следующей части об этом поговорим. Есть такая идея, что впереди новая волна кризиса. Ну, даже если представить, что это так, что же делать бедному крестьянину, куда податься? Об этом через некоторую минуту. Добрый вечер, уважаемые слушатели, еще раз добрый вечер. Это «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем ситуацию на отечественных финансовых рынках и в студии. Рушан Зарипов, доверительный управляющий инвестиционной компанией «Бицаинвест» и Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления «Бинбанка». Вам, уважаемые слушатели, я напомню, вы можете позвонить и задать свой вопрос нашим гостям по телефону в студии 6510-996, либо вопрос свой опубликовать на сайте финам.ФМ. И мы с удовольствием на него ответим. Ну и я проанонсировал, давайте поговорим об этом. Вот такие «Слухами земля» или, как раньше, да, фраза звучала «Есть мнение». «Слухами земля» полнится. Вот один из этих слугов, что в преддверии следующего витка, уж я не такой он по счету, кризиса, что делать бедному крестьянину, что делать нашим соотечественникам, что делать нам с вами? На рынке. На рынке. Ну и, может быть, даже и вне рынка. Просто что делать? Как готовиться к нему? Что покупать? Или, может быть, не стоит, Рошан? Ну, как сегодня уже была новость, что в преддверии кризиса народ побежал скупать квартиры. О, это забавно. Да, была такая интересная новость. На самом же деле, я вот вне эфира сейчас сказал другую интересную вещь, что страна живет в перманентном кризисе. Объективно же, давайте посмотрим, что может получиться. То есть кризис – это для нашей страны, когда цены на нефть валятся, там, ниже 60 долларов за пары. Насколько вероятен этот сценарий в текущих условиях, в условиях сирийского конфликта, в условиях сохраняющего спроса на энергоресурсы со стороны Китая, долгосрочно, я не думаю, что цена может упасть ниже этого уровня. Да, какие-то спекулятивные движения возможны, объективно. Кстати, извини, пожалуйста, вот мы опять за эфиром говорили о Сирии, о Сирии. И то, что Brent находится, ну, в частности, Brent выше 100 достаточно долго уже, да, там причина. Да, мое мнение, что это как раз связано, опять же, с сирийской проблемой, с эскалацией конфликта. И опять же, с непонятками, вот, с заявлениями с нашей стороны, со стороны, там, Америки. Вот мы таким политическим заявлением перекидываемся. Вот. И на этом фоне, в принципе, нефть может еще и выше порасти. Причем, если говорить об общем фоне, ну, в основном, я имею в виду, да, он, ну, нейтрально-негативный, может быть, да. А здесь какой-то вот... Общий фон нейтрально-негативный. Но проблема-то из Сирии в чем? Общеизвестно то, что это транзит нефти из Саудовской Аравии в Европу. Вот, естественно, за этот мост, так называемый, идет достаточно серьезная борьба. Потому что, если мы проиграем эту борьбу, да, то наша нефть мало кому будет нужна. Если выиграем, соответственно, будем контролировать большую часть поставок на мировой рынок. Вот от этого и растет. Понятно. Хорошо. Ну, и, тем не менее, смотрите, мы говорим о том, что... Ладно, действительно, я соглашусь. Миша, надеюсь, тоже с нашим мнением согласится, что мы живем в принципе, да, в неком перманентном кризисе все время. Нам не нужно готовиться к нему как к чему-то неизвестному. Да, не, но, правда, сегодня господин Путин заявил, что у нас в стране за чертой бедности живут менее 13% населения. Или 13% как-то. Надо смотреть, где черту просто это провел. Ну, да. Она, может быть, да, не у всех совпадает эта черта. Ну, да бог с ним. Давайте представим изначально, что мы действительно вот к чему особенному готовиться не будем. Кризис так кризис, в конце концов. Не однажды мы это уже проходили. Что делать с точки зрения участников рынка, да, игроков, инвесторов, спекулянтов и с точки зрения простого обывателя, Миша? Какие действия сейчас? Какие действия, если человек считает с 90% вероятность, что все будет плохо? Ну, есть смысл считать с 90% вероятность, что все будет плохо? Бежать, деньги в банку складывать. Давайте 50 на 50 мы будем считать. Ну, 50 на 50, да, и все. 50 на 50. Все остальные деньги, да. Ну, нет, если, в общем-то, человек, потому что это, безусловно, в текущей ситуации каждый сам должен определять для себя, да. Я, допустим, определяю вероятность такого негативного сценария развития событий. Я ее, в первую очередь, связываю с неадекватностью дальнейших действий европейских чиновников, ну, и вероятность всего 25-30%. Вот, поэтому, соответственно, если человек считает, гораздо больше уверен, что все будет плохо, то, в общем-то, покупать доллар, другого, в общем-то, не дано. Вот, потому что вполне очевидно, что такое глобальное, очень плохое, плохая ситуация, она сложится из-за Европы, там, евро-доллар, при таком сценарии, мы увидим, там. Евро-доллару не жить. Там 1,10, 1,15, ну, соответственно, и спекулятивно, естественно, все активы будут там валиться. Ну, понятно, что будет с рублем, да, это можно ставить при таком сценарии, да, соответственно, и нефть, диапазон 60-80 долларов за баррель, ну, по крайней мере, где-то там к 80 уж точно, краткосрочный, соответственно, рубль. С учетом текущей политики интервент ЦБ, если евро-доллар будет там 1,10, 1,15, там рубль может, доллар-рубль может быть сам находиться на уровне, на том уровне, где сейчас бивалютная корзина, скажем так. То есть, в районе 40, да? 35, нет, 35, 36, там. Ничего в этом такого, в общем-то, не будет, это, в принципе, будет рыночное движение. Ну, опять же, я, как бы, ну, на мой личный, да, взгляд, я это связываю только с неадекватностью дальнейшего продолжения вот этой... Проблемы еврозоны. Европейские, даже не проблемы еврозоны, а проблемы тем, что люди не могут вовремя делать то, что нужно, и хотя бы, как бы, делать то, что обещают, и оценивать там не более, там, 30%, ну, на мой взгляд. У меня такой неприличный вопрос, Анатолий Михайлович, а неадекватность европейских властей, в чем выражается, и как сделать, точнее, что они должны сделать, чтобы действия были адекватными? Адекватными заключается в том, что, в общем-то, даже то падение, которое мы видели в мае, там, да, и вот этот рост доходностей, там, это... Да, он вызван прежде всего тем, что, на мой взгляд, это больше движение такое психологическое, психологическое, то, что люди, в общем-то, не видят света в конце туннеля, а видят только, там, какие-то непонятные высказывания. То, что экономика падает в Италии, Испании, там, нихрочный продаж промпроизоса, там, 5-7% годовых уже, отрицательная динамика, в общем-то, это понятно всем. Да, но когда люди понимают, не понимают, что, допустим, где-то есть какие-то даты, вот, чем хорош был последний саммит, что хотя бы чуть-чуть начали обозначать, там, какие-то даты, когда они что-то делают. И действия, да? Даты и действия. Да, вот, соответственно, это вселяет, даже, все понимают, что все будет плохо, да, но все понимают, что через определенные моменты времени, да, там, совсем... Наступит счастье. Счастье не наступит, но, по крайней мере, какие-то, да, потому что выход один, естественно, там, естественно, в Италии и в Испании, вот, если обратить ситуацию, там экономика будет, там, падать этот год и следующий, никуда не деться, и это не изменить, особенно на условиях, там, выполнения, там, бюджетного дефицита контроля. А что надо сделать, чтобы экономика начала расти, потому что я что-то над этим думал. Чтобы экономика начала расти, в общем-то, к сожалению, нужны даже не монетарные стимули, а фискальные стимули. То есть это... А в Европе, в этих странах, все происходит сейчас наоборот. То есть сейчас экономика сама, она, вот, должна пройти этап такого спада и потом где-то стабилизироваться. Вот замедлили этот спад, может, там, допустим, налоговое стимулирование какое-то, какие-то проекты, вот, как, там, китайские, запустить какие-то госпроекты, да. Но у них и денег нету на это, да, а для выполнения норм, там, по бюджетному дефициту, они только, соответственно, там, налоги вот сейчас пытаются, там, даже какие-то повышать. А это приводит к тому, что это еще более ухудшает ситуацию. Поэтому, по сути, ну, на мой взгляд, в Италии, Испании, там, вот, текущая ситуация, ну, нереально, то есть, фискальный стимул они не могут предоставить, потому что это приведет к колоссальному, еще большему росту долга, они себе это позволить не могут. И, соответственно, росту бюджетного дефицита. Поэтому они, в общем-то, зажаты, и для них, в общем-то, игра сделана. Вот. Что могут сделать? Они только могут какие-то интеграционные процессы, когда стоим, вот эту вот премию за риск в долгие Италии, Испании переложить на другие страны. Это возможно. То есть, единые банды все-таки опускать. Да, но это весь такой глобальный, все понимают, что завтра это не будет. Но когда хотя бы есть, назначаются определенные даты, да, когда какие-то действия будут происходить, это, в общем-то, позволяет, там, избежать, там, глобального такого вахта, там, движения в никуда распродаж. Ну, на мой взгляд. Потому что, конечно, все понимают, что все, Италия, Испания, все плохо, да, и никто не спорит. Вот. Что, соответственно, и вполне адекватный уровень доходности, на мой взгляд. Он и семь может быть. Потому что, естественно, это же то же самое, как вот корпоративный бонд какой-то компании. Я вижу, вот есть компания, я смотрю, у нее, соответственно, там финсостояние такое. Допустим, если я знаю, что у нее, там, там, прибыль будет падать, там, долговая нагрузка будет расти, вот, это то же самое, как на уровне суверенной страны. Естественно, что я хочу? Я хочу большую премию за риск в цене бонда. Поэтому мы имеем, там, что по одной стране еврозоны, там, 3% годовых доходностей, там, 2%. Я не говорю про Германию, это отдельная история, что там все деньги туда запихнуты, в эти банды, там, 1,3% уже, что ли, там, процента на 10 лет. Вот. Вот. А страна, грубо говоря, где плохое кредитное качество, естественно, я хочу большую премию за риск. Поэтому это вполне адекватно. Другой вопрос, что это еще больше убивает страну, да, и, в общем-то, ей никак не помогает. Кроме как помощь со стороны коллег какой-то в виде, что, там, Германия будет под себя занимать и давать им деньги, либо единый какой-то... Ну, в конечном итоге так же выглядит, да, если упрощать. Вот это вот. Да. Но Германия тоже выбивает через год, через полгода. Проблема еще заключается в том, что чем больше эта тема тянется, тем у той же Германии финсостояние тоже ухудшается, потому что у нее объем торговли внутри европейского региона, там, колоссальный, там, более 50-50% точно. Не помню точно, да, вот. Поэтому, в общем-то, это ее убивает, но очень медленно. Поэтому она сама, как бы они, как бы, не кричали, но чем дольше они сами затягивают, то, в общем-то, им хуже. Хотя, конечно, можно проследить такую тематику, что, в общем-то, им и обивал евро вроде бы им выгоден. Ну, действительно, да, удешевлее. И, в общем-то, и госдолг они берут по рекордам низким ценам, да. Но, с другой стороны, с точки зрения, там, внешней торговли, когда они убивают страны, свои партнеры, куда они продают, а это действует на всех их партнеров, да, и Китай, там, и США, в конечном итоге, спустя, там, несколько месяцев, там, полгода-год на их объем торговли, то они, в общем-то, в среднедолгосрочной перспективе, даже, там, при ослаблении евро, при вот этих плюсах, они, в общем-то, ощутят тоже определенный минус. Просто еще время не пришло, наверное, на этот закон. Ну, на мой взгляд, минус. Время придет. Рушан, ну, ты будешь сегодня оптимистом все-таки. Миша отдохнул уже, я так понимаю. Ну, тебе режет правду матку просто-напросто. Ну, оптимизм откуда взяться? Ну, возьми откуда-нибудь. Я буду так, нейтрально. Давай нейтрально, подожди. Не, а, кстати, подожди по поводу оптимизма. Ты говоришь, отсутствие негатива? Уже есть позитив. Ну, собственно, поэтому рынки-то и пытаются отрасти чуть-чуть. Вот, на этом отсутствие негатива. Вот, насколько сильно они отрастут, не уверен, что это будет какое-то сильное движение вверх. Хотя, опять же, возвращаясь к теме президентских выборов США, вот, в преддверии которых обычные рынки растут, потому что, ну, Америка большая страна, экономика огромная, влияет на весь мир. И обещания, там, потенциальные кандидаты в президенты раздают хорошие. Нормально, да. Кандидаты, а им что еще делать? Да, на этой теме обычно все рынки отрастают. Поэтому я, опять же, не исключаю, что в этом году тоже можем подрасти под это дело. Но когда этот рост будет? То есть сейчас я не думаю, что это начало как раз этого уже осеннего роста. То есть, мне кажется, будет еще коррекция довольно 5-10%. Ущественная. Да, тем более, что опять потихоньку начинает нагнетаться вот этот европейский фонд, там, это рейтинги банков. Я, кстати, хочу, да, в подтверждении слов, вот, я, так сказать, закончил, не закончил, господин Бернанке выступать, но, да, американцы уже по полпроцента теряют, да, бренд уже к 103 подходит. Вот, евро-доллар уже ниже 1.22, так на всякий случай. Все как-то так достаточно серьезно. Ну, это спекулятивное движение. Именно спекулятивное, да? Нормально, да. Ну, то есть отсутствие, еще раз говорю, негатива. Мы в данном случае за неимением большего будем воспринимать. Да, будем воспринимать, как позитив, ну, а через несколько минут продолжим разговор уже непосредственно с торговыми рекомендациями. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели Финам-ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну, и нам осталось поговорить о неких перспективах финансовых рынков нашего отечественного рынка акций. В частности, я напомню, в гостях сегодня у меня Рушан Зарипов, доверительный управляющий инвестиционной компании «Бица Инвест» и Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления «Бинбанка». Ну, и вам, уважаемые слушатели, я тоже напомню, что вы можете позвонить и задать вопрос по телефону 6510-99,6, либо на сайте финам.фм этот вопрос опубликовать. Ну, давайте продолжим. Тут неожиданно выяснилось, оказывается, Миша, что у нас оптимизм. То есть, вот этот негативный... Осторожный. Осторожный оптимист. Да, оптимист. Негативный сценарий, о котором он так долго рассказывал, это всего лишь 30% вероятности. Все остальное это вон оно еще. Рушан, значит, ну, с точки зрения средней и долгосрочной перспективы, все-таки, как посмотреть на отечественный рынок, да, что бы ты порекомендовал сейчас? Ну, обычный рынок разделяется там на три стадии, да, спекулянты, среднесрочный, долгосрочный. Спекулятивно я бы рекомендовал все шортить, потому что за последний рынок неплохо отрос, вот, однако, ну, макроэкономический фон скорее негативный, чем позитивный, да. Вот, опять же, на этом фоне сейчас мы видим некоторые снижения американского рынка и нефть чуть живеет. Средне-долгосрочно, ну, среднесрочно, мне кажется, рынок продолжит держаться в боковике. Вот, при этом наиболее возможный потенциал роста именно у банковского сектора, как я уже говорил, потому что он является основным бенефициаром господдержки финансового сектора. Другие сектора, ну, не знаю, металлургия продолжает стагнировать, опять же, на фоне ожидаемого снижения спроса и со стороны Китая, несмотря на то, что Китай там пытается начать раскручивать поддержку своей экономики. Кто у нас? Нефтяной сектор. Ну, он ходит за ценами на нефть, а нефть ходит за геополитической ситуацией. То есть тут прогнозировать сложно. Энергетика. Энергетика, скорее, интересна с позиции долглосрочного инвестирования, потому что компании очень дешевы, но будут ли они еще дешевле, вопрос, вполне могут быть. Но на горизонте 1-2 года, я думаю, что это очень неплохая инвестиция получится. А вот для спекулянтов, чем сейчас лучше всего? Ну, помимо опционов? Ну, фьючерс, шартич фьючерс. Потому что в конкретной бумаге сложно сказать, кто может просить сильнее. Ниш, твои варианты? Ну, на ближайшие два месяца, да, так как фактически индикаторы экономические, да, они, несмотря на там какие-то попытки стимулов от того же Китая, да, смягчение политики, да, по Китаю, все равно это все скажется там не раньше осени, по факту. Поэтому то, что сейчас там идет вот этот процесс активизации какой-то стимулирующей политики, который там начался, соответственно, снижение ставок, сейчас некоторое ускорение каких-то проектов, в том числе инфраструктурных, вот это все все равно скажется ближе к осени, да, фактически индикаторы будут такие умеренно слабые выходить, да, то есть какого-то там разворота экономического мы не получим. И там сейчас вот конец июля, август, вот, по штатам тоже вероятность высока, что, опять же, до осени пока еще будут такие умеренно слабые статистики по факту выходить, но надо смотреть за опережающими индикаторами, опять же, за индекс активности, вот, и вот они, в общем-то, и откроют путь, да, соответственно, к дальнейшей динамике. На мой взгляд, так как я, соответственно, тот пессимистичный сценарий оцениваю все-таки не как основной, это, по крайней мере... Ты так подробно о нем рассказал, и я сразу подумал, что ты... Вот, соответственно, надеюсь все-таки на какую-то разумительную, да, там, политику, которую до сих пор, хотя которой не было, вот, то я жду, что до сентября будет такой довольно широкий боковик на рынке, потому что еще много всяких таких факторов может выстрелить, которые приведут, там, к коррекции. Это и те же экономические индикаторы могут неожиданно по факту выйти плохие, потому что мы еще в такой стадии экономической непростой, да, по любой из стран. Вот, плюс, соответственно, европейская тематика, она тоже, там, будет смешанная такая картина, то хорошо, то плохо, тоже еще. Вот, а так, соответственно, вот, к сентябрю, вот этот широкий боковик, ну, я бы сказал, может быть, там, по МВБ, там, 1300, даже 1500, вот, широко, но, в принципе, вот, где-то, я думаю, такой широкий боковик, в принципе, есть шанс. Ну, я жду, что вот при отсутствии активизации, если долгового кризиса в Европе, да, наверное, по темпам спада и ухудшения мы сейчас проходим, вот это лето, это будет проход точки пика спада, да, европейский спад, он просто стабилизируется, европейская экономика будет падать до конца года, но она не будет, там, падать, там, еще в два раза быстрее, чем она падает сейчас, вот, и, соответственно, к осени, к осени, да, уже некоторую стабилизацию и некоторые, там, попытки рекавери от стимулирующих пакетов в Китае, возможно, по Штатам, по Штатам, в общем-то, не все так плохо, вот, вопрос пока что состоит в том, что вырастет у них экономика на 2%, там, или на 1,5% в этом году, для Штатов, в принципе, это не такая критичная картина, ну, да, есть, там, вот этот момент с выборами, потому что перед выборами многие компании, они не инвестируют крупные суммы, они, там, все ждут, выжидают, да, там, есть момент с безработицей, из-за этого тоже потребительский сектор не так активен, но, в целом, там, тот же сектор недвижимости явно прошел дно, вот, соответственно, там, в 13-14 годах будет явная рекавери в секторе недвижимости, то есть, в этом году еще жестко ожидать река такого жесткого прямо восстановления рано, да, но то, что рынок там уже, в общем-то, дно проходит в последний год, там, очевидно, по всем, не буду сейчас углубляться по всем этим показателям, вот, в принципе, американские потребители, ну, темпы рынка труда, он растет, то есть, он не падает, мы не имеем, там, минус 50-100 тысяч рабочих мест, как кризис, мы имеем, там, 50-80-100 тысяч, да, это медленно, но это плюс, вот, поэтому, так или иначе, потребительские расходы, тренд будет, как бы, положительный, вопрос просто, это будет очень медленно, когда и когда, да, и либо это будет, там, чуть лучше, если рынок труда, там, все-таки, ускорит свою динамику, вот, поэтому, с учетом такой, более-менее нормальной картины по экономикам США и Китая, ближе к осени, да, вот, признаки, что, в общем-то, такого, дальнейшего такого, прям, спада именно в их экономиках не будет, при условии, что в Европе не реализуется вот эта вот картина плохая, вот, я думаю, что тогда сентябрь, там, декабрь, там, это может быть какое-то ралли, вот. Вот, рождественское, то самое. Ну, я уж не знаю, рождественское. Ну, у нас тут два варианта, сентябрьское это будет предвыборное, да? Ну, опять же, до сентября, вот, картина будет такая непростая, в лучшем случае это такой будет широкий боковик, если... Ну, естественно, вот этот пессимистичный сценарий, это все, как бы, к сожалению, мы в текущей обстановке, и, там, я бы сказал, процент на 70, ситуация в экономике, опять же, Европы, а следовательно, и экономики всей мировой, потому что она еще не адаптировалась к той ситуации, что сейчас в Европе происходит, она зависит на 70-80% от, соответственно, политической риторики, от доверия, там, от каких-то, там, опять же, интеграционных, чтобы люди не ждали, что завтра опять какой-то банк разрушится, и станет вопрос, где взять деньги, и как это делать все. Вот в этом проблема. Ну, сейчас, учитывая усилия, да, монетарных властей, такой проблемы. Потом еще, конечно, важный процесс, да, сейчас там на счетах в Европе ЕЦБ лежит 800 миллиардов евро на корсчетах и депозитах, которые там сейчас сделали почти под ноль, вот, вопрос, станут ли они там потихоньку кредитоваться, ну, станут ли банки кредитовать, это, опять же, вопрос, сейчас вот кризис такой доверия, то есть... Станут ли потребители брать эти деньги? Да. Банк, если, грубо говоря, вот, я там банкир, да, там, отдел, там, кредитный отдел, там, допустим, правление проходит, и на правлении звучат такие вот, что все, там, беспросветно, там, ситуация в экономике будет ухудшаться и так далее, там, зачем мне вот наращивать бешеную тему кредитования, даже если у меня есть деньги, вот это проблема, то есть проблема, что нету у финансового сектора большое количество денег, и эти деньги люди из-за проблемы доверия и неопределенности, они не готовы сейчас их размещать в экономику, вот это проблема, а эта проблема больше политического уровня, чем экономического, поэтому это вот колоссальная проблема, с которой вот, из-за чего вот это все и происходит. Это проблема такого мирового масштаба, да, мирового кризиса? Рушан. Ну да, это проблема не столько кризиса, сколько, как сказать, то есть, я думаю, что именно из-за этого и не будет какого-то глобального падения, в том числе на финансовых рынках. То есть, ликвидности достаточно, чтобы экономика не просто, там, стагнировала, а достаточно плохо развивалась, мировая экономика. Вот вопрос в том, когда и как эти деньги удастся направить в реальный сектор на развитие. Это будет зависеть уже больше от политической воли, да, каких-то решительных действий? Ну, опять же, это, возвращаясь к тезису, который я произнес в начале передачи, будет зависеть от того, когда и какие конкретные глобальные инвесты-идеи появятся и могут быть реализованы. То есть, идеи нету, соответственно, деньги лежат. Просто так, там, кидать их в потреб-сектор, ну, это никому не интересно, это риски высокие, вот, с непонятным результатом. Понятно. Хорошо. Ну, и, собственно, непосредственно о торговых рекомендациях, это мы говорили. Я, послушав вас, вдруг у меня такая мысль возникла. А действительно, почему бы, ну, как минимум на ближайший июль у нас уже, да, середина июля, на полтора месяца, почему бы не забыть, может быть, о том, что существуют финансовые площадки? Не, ну, нужно, мне кажется, можно вполне смотреть, в общем-то, за новостным фоном, да, то есть, есть такие крайние, крайние вопросы, да, это, допустим, смотреть за уровень доходности по испанским и итальянским годам, уровень спреда к немецким, потому что даже если фондовые рынки не падают, а там вы видите в течение месяца, там, что доходность на высоком уровне, она стоит и продолжает расти, то, что обвалится все остальное, это вопрос времени, это уже последние два года, это четко указало, показало, вот, это вот такой глобальный стоп-фактор, и второе, это опережающий индикатор экономики, если они выходят, явно указывают, что спад будет ускоряться, да, в ранг, то это тоже фактор, что все-таки уже рынок пойдет вниз из этого боковика, вот. Вот, а так, в принципе, вот, если мы не видим, вот, ситуации, да, вот, по этим, ну, на мой взгляд, по этим параметрам, что есть глобальное указание на ускорение спада, либо рост, тренд на дальнейший рост, там, выше критичных уровней, уровня доходности спадной италии, потому что эти страны сейчас в центре, да, внимания, то, в общем-то, вполне можно в рамках вот этого широкого боковика торговать, и, в общем-то, от нижней и верхней границы. Ну, понятно. Вот, кстати, да, значит, боковик, мы ближайшие полтора месяца, я подытоживаю. За основу берем боковик, и снять торгую. Работаем от него, а что касается средней и долгосрочной, все-таки мне показалось, оба моих гости, Ирюшан Зарипов и Михаил Гонопольский, сегодня были в гостях, смотрят позитивно. Смотрите позитивно и вы, уважаемые слушатели, всего хорошего, успехов на рынке.